Это телеканал Тагил ТВ, программа «Факты в лицах». Меня зовут Владимир Путинцев. Здравствуйте. И сегодня мы беседуем с начальником отдела гражданской защиты населения администрации города Андреем Мишиным. Андрей Анатольевич, добрый день. Добрый день. В Нижнем Тагиле завершились командно-штабные учения. Начались они в понедельник, 1 октября. Давайте посмотрим сюжет на эту тему и, собственно, сразу продолжим нашу программу. Командно-штабные учения начались в Нижнем Тагиле. Первый сбор руководителей, на котором были поставлены задачи, провел городоначальник Владислав Пинаев. В связи с этим приказываем ввести в действие планы ГО и защиты населения города, основные расстояния сосредоточены на выполнении мероприятий по защите населения, повышению устойчивости функционирования объектов экономики, а также по подготовке всех действий по предназначению. Директору Центра защиты населения территории города Нижний Тагиле привести в готовность подвижный пункт управления главы города к городской запасной пункт управления. Директору ЕДДС города Нижний Тагиле проверить готовность системы управления связи и оповещения. Начальник отдела гражданской защиты организует круглосуточное дежурство руководящего состава города на пунктах постоянной дислокации. Руководителем учений назначен замглавы по городскому хозяйству и строительству Вадим Кулик. Основные практические мероприятия пройдутся 2 по 4 октября. На вторник запланированы смотр готовности командного пункта управления и защитного сооружения гражданской обороны, а также тренировка по действиям руководящего состава, персонала и постояльцев при возникновении пожара в здании одной из гостиниц. Открытые уроки ОБЖ пройдут в колледже имени Демидова, в школах номер 20 и номер 40. Также будет произведено развертывание сборного эвакуационного пункта. В среду тактико-специальные учения проведут на базе Демидовской горбольницы, в филиале Тагилэнергосетей, обл. коммунэнерго и на территории предприятия «Тагильское пиво». В четверг комплексные учения запланированы на Евраз НТМК и Уралвагонзаводе. В преддверии праздника Дня МЧС лучших работников гражданской обороны Владислав Пинаев наградил благодарственными письмами. Всего было отмечено 12 человек. Ну, посмотрели мы сюжет, Андрей Анатольевич. Так все-таки для чего в Нижнем Тагиле проводили вот эти вот масштабные командно-штабные учения? Мы к войне готовимся? Нет, мы не готовимся к войне. Мы готовимся обеспечивать безопасность населения нашего города. Я хочу сказать, что это прошло в рамках общероссийской штабной тренировки под руководством министра МЧС. Он сам лично проводил эту тренировку. Участвовали многие субъекты Российской Федерации, в том числе и город Нижний Тагил. В этом году учения были немного перенесены. Традиционно мы их проводили 3-4 октября. В этом году с 1 по 3 октября. Поэтому немножко программу пришлось расширить. И наши учения прошли с 1 по 4 октября. Какие объекты Вы выбрали для отработки навыков и умений городских спасательных служб? По замыслам вводных необходимо было посмотреть вопросы перевода объектов экономики с мир на военное время. Поэтому мы посмотрели те мероприятия, которые непосредственно проводятся при переводе, при осуществлении этого перевода. Это защитные сооружения. Мы посмотрели прекрасные защитные сооружения в Институте испытания металлов. Посмотрели сборные эвакуационные пункты, которые разворачивал Центр Мир. НТМК разворачивал в школе 45 и Уралвагонзавод на базе своего спортзала. Оценка всем дана хорошая. Чувствуется, люди готовились, занимались, обучались. И самое главное, они практически не только получили теоретические знания, но и практически потренивались при проведении всех этих мероприятий. Что показали эти учения? Какова была оценка и кто оценивал? Кто говорил, что хорошо или плохо? Я хочу сказать, что Владислав Юрьевич Опинаев лично принимал участие в этих учениях. Непосредственно смотрел точки объезда, которые были определены. Также мы включили в мероприятия тренировки по эвакуации при пожаре, которые непосредственно оценивались председателем комиссии по чрезвычайным ситуациям Куликом Вадим Михайловичем. В целом комиссия была городская. Мы только осуществляли доклад в область о проведенных мероприятиях. А какая оценка выставлена? Оценка хорошо. Есть к чему стремиться, но в целом все мероприятия чувствуются, люди отнеслись очень добросовестно. Не секрет, что Нижний Тагил – это промышленный город, центр машиностроения, металлургии, химической промышленности, других отраслей. Многие, а может быть, кстати, и все производства, которые находятся в муниципалитете, являются потенциально опасными производствами. Насколько грамотна налажена работа специалистов по ГОЧС на предприятиях города? Граждане в безопасности? Вот, граждане в безопасности, я хочу сказать, что наши два городообразующих предприятия сегодня завершили проведение комплексных учений. Я непосредственно принимал участие в учении на НТМК. Специалисты отдела гражданской защиты принимают участие в учениях на Уралвагонзаводе. Оценка очень благоприятная, впечатление очень благоприятное осталось от этих мероприятий. Люди отнеслись очень хорошо. Чувствуется, что руководство этих предприятий уделяет большое внимание, безопасности. И, в принципе, закуплено достаточное средство индивидуальной защиты, то есть противогазов. Защитные сооружения, необходимое количество защитных сооружений поддерживается для приема укрываемых. И для работы по предназначению. Это прямо на территории предприятия? Прямо на территории предприятия. А взаимодействие между отделом гражданской обороны, администрацией города и коллегами с предприятий у вас каким-то образом налажено? Мы непосредственно работаем очень тесно во взаимодействии и с 9-м отрядом федеральной противопожарной службы, и с нашим центром защиты, и со службой скорой помощи, с ГАЗЭКСом, Тагилэнергосетями. В общем, те предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность населения в Нижнем Тагиле, очень тесные взаимоотношения. Ну, кроме промышленных и производственных объектов, в командно-штабных учениях были задействованы и объекты социальной инфраструктуры, и, насколько я знаю, были командно-штабные учения в больнице Демидовской, да, в филиале, в женской консультации. Был еще один объект, это гостиница Тагил. Давайте еще посмотрим один репортаж на эту тему и продолжим нашу беседу. В гостинице Тагил прошли пожарно-тактические учения. По легенде, огонь охватил один из номеров на втором этаже. Персонал не смог справиться с пламенем. На место прибыли бойцы 9-го отряда противопожарной службы, спасатели, медики, полиция. Два постояльца гостиницы, по легенде учений, оказались в огненной ловушке. Началась операция по спасению. Первого пострадавшего эвакуировали с помощью спецустройств. Второго мужчину вывезти из гостиницы не удалось. Пути эвакуации были отрезаны. Пришлось привлекать спецтехнику. Мужчину вытащили с пятого этажа через окно с помощью коленчатого подъемника. Параллельно пожарные тушили огонь. Такие мероприятия и учения необходимо проводить. Мы этим будем постоянно заниматься. Это, в свою очередь, уникальная возможность продемонстрировать те технические новые модели автомобилей, которые у нас сегодня находятся в распоряжении. Действия были оценены хорошо. Техника сработала. Все были эвакуированы. Пострадавших не было. Учения в гостинице Таил прошли в преддверии Дня гражданской обороны, который отмечается 4 октября. Александр Мешков, Михаил Крюков, Андрей Фатыхов. Новости Тагил-ТВ. Андрей Анатольевич, это правда, что постояльцы гостиницы даже не были предупреждены о том, что учения-то стартовали? Ну, вы обратили внимание, что время было рабочее, посетителей было не так много, но, по-моему, человек с десяток я насчитал, которые там проживают. Но паники-то не было никакой? Паники не было, мы посмотрели, персонал, в принципе, сработал грамотно. Были небольшие замечания, которые устранили прямо на месте. А почему именно гостиница Тагил участвовала в КШУ в этом году? Это у нас объект с массовым пребыванием людей, достаточно большое количество. Он может принять достаточно большое количество. И, конечно, мы должны быть уверены, что все посетители у нас останутся в целости и невредимы. Целые и невредимы. Ну, у гостиницы Тагил есть одна большая проблема, я имею в виду для эвакуации людей. Мы знаем, что она находится в районе железнодорожного вокзала, и здесь достаточно большая проходимость и много автомобилей. И возле гостиницы Тагил всегда припаркованные автомобили. Вот в этом смысле, каким образом решалась проблема? Либо вы заранее уже освободили площадку для того, чтобы вот эта большегрузная техника подъезжала? Это проблема для всех больших городов. Конечно, мы раз учения планировали, просили службу ГАИ, чтобы они подежурили и, наверное, обратили внимание. И работал эвакуатор, чтобы место для проезда большегрузной техники все-таки осталось. Ну, вообще, это проблема большая с парковками. Если вдруг в каком-то офисном здании многоэтажном произойдет, не дай бог, что-либо, каким образом здесь действовать тогда? Я думаю, что пожарные будут действовать по обстановке. Возможно, придется где-то по тротуару ехать, объезжать. Ну, думаю, выход будет найден. Но мы видели из этого сюжета о том, что эвакуация условно пострадавших производилась с высоты нескольких этажей. А насколько в нашем городе защищены жители высотных домов? Есть ли оборудование для спасения жизни из 9-этажек, 16-этажек, которые есть в нашем городе? Я хочу обратить ваше внимание, посмотрев этот репортаж, вы видели, что первоначально использовалась машина «Мерседес» современная. Это подарок правительства Свердловской области нашему 9-му отряду Федеральной противопожарной службы. И возможность этого автомобиля эвакуировать людей с высоты 50 метров. Поэтому жители наших многоэтажек, я уверен, надежно защищены. Это хорошо. Ну, мы записываем нашу программу 4 октября. Сегодня праздник, 86 лет со дня образования гражданской обороны в нашей стране. Наверное, есть какие-то слова поздравлений вам сказать вашим коллегам? Можете это сделать. Вот наша камера. Ну, прежде всего, хочется поздравить всех ветеранов гражданской обороны. Не так часто мы встречаемся. Хочется пожелать всем добра, мирного неба над головой. Чтобы мы все-таки с вами чаще встречались, но на учениях. И как можно меньше на возникновении чрезвычайных ситуаций. Всех с праздником, с Днем гражданской обороны. Ну, а я, конечно же, мы присоединяемся к этому празднику. Поздравляем вас и желаем, чтобы у вас и ваших коллег было как можно меньше работы. И только сплошная профилактика каких-то чрезвычайных ситуаций. Спасибо. А я напомню, что у нас в гостях сегодня был начальник отдела гражданской защиты населения администрации города Нижний Тагил Андрей Мишин. Мы говорили о завершившихся в Нижнем Тагиле командно-штабных учениях, которые проходили в течение четырех дней. И еще раз поздравляем всех с праздником. 86 лет со дня образования гражданской обороны в нашей стране. Это программа «Факты в лицах». Смотрите нас на телеканале Тагил ТВ и не переключайтесь. Смотрите нас на телеканале Тагиле командно-штабных учениях.